Интервью си турецким политологом-международником, кандидатом политических наук Керимом Хасом. Свой первый официальный визит после переизбрания президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил в Турцию. О чем это говорит и как вы оцениваете итоги визита? Этот визит, безусловно, позволяет оценить, насколько крепки и спаяны отношения Анкары и Баку. Весьма символично, что, если по существующей традиции многие руководители стран СНД после своего избрания отправляются в Москву, то Алиев отправился в Турцию, что отчетливо демонстрирует геополитическую ориентацию Азербайджана. При этом Баку традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией. Также хочу отметить, что Азербайджан наращивает партнерские отношения с некоторыми ведущими европейскими странами, например с Великобританией, а с другой стороны, с Израилем. И если, например, Великобритания имеет право вета в СБООН, то Израиль является одним из главных игроков на Ближнем Востоке. При этом турецкое руководство также имеет великолепные отношения с Великобританией. Таким образом мы видим, что в политике Азербайджана есть своя глубоко продуманная логика. И, оценивая алгоритм дипломатических действий Азербайджана, можно сказать, что Баку как сам, так и через свои связи с Турцией выстраивает близкие и партнерские отношения со странами, которые играют ключевую роль в мировой политике и имеют свой интерес в регионе. Также, на мой взгляд, внешнеполитический вектор Ильхама Алиева имеет важное значение для Москвы, а именно тот факт, что Азербайджан укрепляет связку тюркских стран на Южном Кавказе и в регионе Центральной Азии. Так что, считаю, что визит президента Азербайджана в Турцию имеет свою важную конфигурацию и наметки, которые можно расшифровывать достаточно долго. Кстати, стоит отметить, что и у Анкары присутствуют ответные политические традиции, новоизбранный или переизбранный глава турецкого государства в первую очередь отправляется на Северный Кипр и в Азербайджан, отчетливо показывая, кто являются главными союзниками для Турции. Безусловно, рассматривая этот визит, можно говорить о дальнейшем укреплении военно-политического партнерства Анкары и Баку. Есть планы на развитие в экономической сфере, Эрдоган и Алиев подробно обсудили и этот момент. Дело в том, что Анкара хочет продавать больше газа в Европу, и думаю какие-то подвижки в области энергетического сотрудничества мы увидим в ближайшее время. Турция, кажется, пережила свой период разногласий с НАТО или это только кажется со стороны? Я, честно говоря, не думаю, что Турция когда-либо выстраивала вектор на отдаление от НАТО, как полагают некоторые, склоняясь больше к сотрудничеству в пользу России. Турция никогда не отворачивалась от своих главных союзников, США и Великобритании. Да, в ответ вы можете задать мне вопрос о том, как тогда трактовать споры Турции и США на счет С-400 или позицию Турции по вхождению Швеции в НАТО, однако, по сути, если разбираться, все эти вопросы были предсказуемо решаемы, риторические, то есть, несмотря на грозные заявления, Анкара рано или поздно одобрила бы вступление Швеции в НАТО и в конце концов США поставит Турции новое F-16. При этом, если присмотреться, Турция сейчас гораздо больше принимает участие в учениях НАТО, чем, скажем, лет 10 назад. Именно Турция сейчас занимается урегулированием кризиса в Сирии. Также в Ливии только после вмешательства Турции была остановлена воющая при поддержке Вагнера в ЦЕФ армия Хафтара. Что касается Южного Кавказа, то здесь Турция как проводник интересов НАТО также играет немалую роль. В то время как влияние России в регионе явно уменьшается, и обострение отношений Еревана и Москвы может привести к самым разным сценариям, вплоть до вывода российской базы села территории Армении. Так что можно сказать, что именно Турция является ключевым игроком для НАТО, усиливая влияние Альянса нередко посредством реализации своих интересов. И возникающие на поверхности некие осложнения Анкары и НАТО совершенно не затрагивают глубинное сотрудничество Турции и Блока. Что касается будущего, то я прогнозирую, что Турция в ближайшее время будет особенно активна в военно-политическом плане именно на постсоветском пространстве, например, в Молдове или в Центральной Азии, усиливая там свое влияние. Турция еще несколько лет назад анонсировала большую программу переоснащения своего вооружения, и сейчас мы видим, как спускаются на воду новые турецкие военные корабли разных классов, создаются новые модели беспилотников. От кого намерена обороняться Турция? И как вы оцениваете риски вовлечения Турции и Азербайджана в новую глобальную войну, которая уже в каком-то смысле происходит? В нулевые годы Турция много инвестировала в военную промышленность, тогда и экономика страны была на пике своего расцвета. Так что можно сказать, что сейчас Турция пожинает плоды предыдущего десятилетия. При этом экспорт турецкого вооружения разным странам увеличивается, в то время как вложения в оборонную сферу сокращаются. Но последнее больше связано со всеобщим спадом турецкой экономики. Это оружие точно не против западных партнеров Турции и даже не против Греции, с которой Анкаре все-таки пришлось найти общий язык. Турецкое оружие не направлено против конкретных целей, оно служит средством усиления позиции Турции за рубежом и внутри страны. В последнее время о Третьей мировой говорят часто, как об этой битве всех против всех или войне между военными блоками, где будет использовано и ядерное оружие, но на мой взгляд, вероятность такого поворота событий пока что весьма мала. Чисто гипотетически в случае подобного развития событий, я думаю, что Турция будет координировать свои действия в первую очередь со своими западными союзниками. В то время как очевидно и то, что глобальная война на Ближнем Востоке станет ареной действий как стран западного блока, так и стран восточного блока. Что касается позиции Азербайджана в такой ситуации, то я не берусь ее прогнозировать, потому что Баку придерживается взвешенного и нейтрального подхода в большинстве конфликтов, а геополитическое расположение Азербайджана тоже играет немаловажную роль, здесь приходится учитывать все риски, все за и против. Однако позиция Азербайджана будет крайне важна для Анкары в такой ситуации. Как вы оцениваете нынешний уровень диалога между Баку и Ереваном, возможность подписания мирного договора? В последнее время возникает ощущение, что Ереван активно используется как инструмент для проникновения стран Запада на Южный Кавказ, в том числе Франции с ее агрессивными и токсичными амбициями. Каков риск возникновения новой войны на Южном Кавказе? Я думаю, что Баку несравнимо сильнее Еревана. Армения как минимум в ближайшие десятилетия не сможет позволить себе напасть на Азербайджан, это самоубийственный поступок для армян, который приведет к полной катастрофе армянского государства, потому что Азербайджан силен не только своей военной мощью, но и своим экономическим потенциалом, а также и внешнеполитическим, как бы то ни было, у Баку замечательные связи с Великобританией, неплохие отношения с США посредством дружбы с Лондоном и Анкарей. Да, Франция, по всей видимости, будет и дальше стараться поставлять оружие Армении, но с этим оружием Еревану войну не выиграть. В то же время следует учесть, чем больше затягивается процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном, тем больше возникают риски втягивания сюда третьих стран. Здесь играют роль исключительные интересы, а не мирные жизни азербайджанцев или армян. В случае ухода Пашиняна к власти в Армении может прийти более националистическое правительство. В этом случае есть опасность другого сценария, Ереван так обострит отношения с Москвой, усиливая свои связи с Западом, что окончательно спровоцирует Россию на активные действия. У России появятся какие-то свои планы насчет будущего Армении, и Баку, по сути, в дальнейшем придется договариваться скорее уже с Москвой, чем с политиками в Ереване, а такой расклад событий весьма невыгоден для Азербайджана. Так что, на мой взгляд, договариваться Баку и Еревану следует поскорее, исходя из формулы «здесь и сейчас». Баку и Анкара активно развивают концепцию союза тюркских стран. Многое сейчас складывается на первый взгляд удачно для реализации этой идеи, например, члены Организации тюркских государств, ОТГ, усиливают сотрудничество в рамках развития среднего коридора. Как вы оцениваете перспективы развития ОТГ, какой потенциал заключен в этом союзе? Безусловно, Анкара и Баку являются ключевыми модераторами логистики среднего коридора, и в этом смысле ОТГ играет важную роль. В том числе предоставляя площадку для более открытого обсуждения этих экономических перспектив странам тюркского мира. Однако формула ОТГ интересна для Анкары сейчас своей военно-политической перспективой, налаживание такого типа сотрудничества со странами Центральной Азии, тут есть горизонт для работы и сближения стран тюркского мира. Такое сотрудничество интересно и странам ЦА, например, не секрет, что турецкое оружие пользуется большим спросом у стран региона, и эти поставки расширяются. Конечно, ОТГ не заявляет о себе как военный союз, но в рамках двухсторонних отношений со странами ЦА Турция эти связи укрепляет. При этом Анкара ведет здесь осторожную политику, стараясь сильно не раздражать Москву, наращивая подобные связи постепенно. Обращает на себя внимание и то, что в рамках ОТГ в последнее время Турция стала приглашать к сотрудничеству и делегацию Турецкой Республики Северного Кипра. Ожидается появление президента ЦАРАК и на неформальном саммите ОТГ в Шуши в июле этого года, об этом говорилось в ходе визита Ильхама Алиева в Турцию. Поэтому мы видим, что Анкара и Баку стали больше координировать свою политику в рамках кипрского вопроса. Иными словами, потенциал ОТГ очень большой, и он, безусловно, будет развиваться, что в будущем принесет позитивные плоды.